Приветствую всех! Сегодня я вам покажу и расскажу о нашей пятидневной поездке на один из островов Ионического моря, который называется Кефалуня. Наряду с островом Закинв, Левкада и Керкера, Кефалуня входит в группу Ионических островов. Мы добрались до острова на пароме Леванте-Феррис, очень, кстати, удобный, комфортный паром. Добирались полтора часа с порта Келлини в порт Порос. И затем с Пороса мы приехали в Аргостоли, это столица острова. И с Аргостоли мы потом добирались до нашего отеля, потом я вам расскажу в 10 километрах от Аргостоли был расположен наш отель в местечке Кутурата. Итак, вот в порту Аргостоли мы остановились, немножечко погуляли по набережной. И к нашему удивлению мы увидели в воде плавающих больших черепах карета-карета, что очень необычно. Вот, черепахи плавали прям в порту среди рыб. И я достала телефон поснимать рыбок, и тут вдруг выплывают две большие черепахи. Вот одна, и потом появится вторая, и не играли. Вот, очень интересно, очень неожиданно было увидеть, это очень такая большая редкость. И все. И все. Остров Кефаланья, как по мне, это самый красивый остров из всех хионических островов. Он самый большой, и он самый живописный, он самый зеленый. Там очень много растительности, деревьев. То есть, это такая вот большая гора, то есть, сочетание горной местности с плавно переходящей в морское побережье. То есть, как бы гора и море. Для меня это самый-самый мой любимый остров. Остров Кефаланья мы посещаем уже второй раз. Первый раз мы ездили с мужем, когда еще до детей. Еще не было у нас детей 13 лет назад. И вот спустя 13 лет мы приехали всей семьей. Итак, отель называется Sunrise Inn. Он находится в местечке Кутурата, Кутурата-Песада. Вот такой у нас был номер на семью. Он состоял из двух комнат. Вот это комната для детей. Это был вот такой вот диванчик и раскладушка для детей. И затем вторая комната, это вот такие вот две кровати поставили вместе. И вот такой санузел. Он довольно-таки тоже большой, вместительный, чисто, все аккуратно. Ну, то есть никаких придирок нет. Вот такая была джакузи, но она не работала, по-моему. И затем показываю вам здесь вот садик. Здесь можно гулять. Очень красивое расположение отеля. И сам отель такой он как фазенда такая. Вот сады, есть детская площадка. Вот это вот веранда, где завтракают люди. Вот такой вот у нас вид из отеля. Большой-большой просторный балкон с диванчиком, с столиком, со стульями. И вот такой вид на море, горы и море. В первый же день, на следующий день, вернее, мы поехали посетить пещерное озеро Мелисани. Стоим, ждем в очереди. Затем мы спустились. И, наверное, минут 7, наверное, мы там поплавали по озеру. Я вам расскажу сейчас историю озера. Итак, пещерное озеро Мелисани находится на западном, вернее, на восточном, в восточной части острова. Купол пещеры обрушился от землетрясения, предположительно, около 2-го тысячелетия до нашей эры. На дне пещеры на глубине 20 метров расположено подземное озеро, вот которое мы сейчас увидим. А сейчас расскажу про вход. Пещера была открыта для посещения где-то в 60-х годах. Для того, чтобы обеспечить доступ к озеру, был пробит туннель до причала с прогулочными лодками. Вот как раз вы видите лодки. Итак, глубина озера колеблется от 10 до 30 метров. Предположительный возраст образования озера 20 тысяч лет. В древности местные жители считали озеро-пещеру местом обитания нимф. Подтверждением этому являются находки раскопок. В пещере найдена фигурка божества Пана и диск, на котором изображены танцующие нимфы. Вот такое интересное озеро. Вода там прохладная, там, кстати, плавают рыбки. Можно и купаться, кстати. Ну, вода прохладная, поэтому никто не купался. Вот как раз вы видите плывет рыбка. Вот. И что самое интересное, это вот этот купол, упавшая вот эта вот верхушка пещеры, которая образует вот такую интересную дыру такую. Спасибо. 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 Следующая пещера, которую мы посетили, называется Дрогорати. Эта пещера находится в 10 минутах езды, в 7-10 минутах езды от пещерного озера Мелисани. Итак, пещера Дрогорати была обнаружена около 300 лет назад, когда сильное землетрясение, опять-таки землетрясение, обрушило часть ее и появился вход в пещеру. Вот тогда и нашли эту пещеру. Она расположена на глубине 60 метров. Возраст сталактитов и сталагмитов более 100 миллионов лет. Температура внутри не превышает 18 градусов. Пещера открыта для посещения круглый год. В геологическом отношении пещера Дрогорати считается одной из самых замечательных Греции. Это одна из немногих пещер, где было разрешено относительно яркое освещение. Так, что посетитель может полюбоваться величием того, что создала природа. И хочу сказать от себя, что эта пещера очень-очень большая, просторная. Это прям как можно фильмы там снимать. Кстати, в этой пещере проходят и концерты. Вот, и вот смотрите, какие сталактиты и сталагмиты. Она очень большая, очень такая вот, знаете, обстановка, как будто бы вот снимаешься в каком-то фильме историческом. Здесь есть загадывают желания, бросают монетку. Ну, в общем, очень-очень интересно посмотреть, вот посетить такое место. Затем, после посещения пещер, мы поехали на пляж Агия Параскеви. Это пляж недалеко находится от этих пещер. Вот, и это пляж с белой галькой. Поэтому такая прозрачная бирюзовая водичка. В общем, наслаждайтесь просмотром. На следующий день наших каникул мы решили посетить пляж, как под названием Кси. Этот пляж находится на западной части острова Кефаланья. Из Аргостоли мы взяли паром и переплыли минут, наверное, 7-10 в еще один городок, Лексури. И вот оттуда, наверное, минут 10 на машине мы добирались до пляжа Кси. Чем интересен этот пляж? Этот пляж интересен тем, что там расположены вот такие вот глиняные горы. И это голубая глина. И, естественно, мы использовали эту глину, намазались, все тело намазали. Вот, ну, очень интересный желтый песок, даже такой золотистый, золотисто-красноватый песок. Вот, пожалуйста, этот пляж. Но дело в том, что пляж очень узкий, и вода немного мутная, так как она, волны, как бы, омывают глиняные вот эти вот песчаные горы. И эта глина, она вся растворяется полностью в воде, и поэтому вода вот такого вот цвета. Мне она напомнила какую-то молочную, какой-то молочные берега. Вот, молочную воду. Очень теплая водичка. Мы посидели там, на этом пляже, где-то полдня, может, даже немножечко больше. В общем, очень-очень тоже интересный. Такой пляж я хотела взять с собой кусок этой глины, но потом передумала. Еще хочу сказать, что поселение, у которого расположен этот пляж, называется тоже Кси. И там сдаются очень много коттеджей. Маленьких коттеджей. Именно вот кто не хочет жить в гостинице, кто не хочет отель, именно просто отель-номер, а хочет вот как маленький домик, кухонька, чтобы была, чтобы готовить. Вот, можете приехать сюда. И очень, кстати, водичка мелкая, для детей самое то, кто семья, дети. Вот, очень будет комфортно и удобно отдыхать вот в таком вот месте. Субтитры подогнал «Симон»! 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 где-то около 60 70 ступенек вот но зато тоже там галька очень-очень такой маленький пляжик и очень красивый цвет воды ну почти как в карибском море м Продолжение следует... 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 Вот такая бухточка, там есть таверны, можно покушать и покупаться. В общем, очень-очень красивое живописное место. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok